Сейчас мы будем говорить о шарах-дугах и будем рассматривать материнские корабли. Самое подходящее место для начала, это средневековая эпоха. В 1490 году к вам поступали сообщения о наблюдениях небесных тел в Европе. Так вот там были рисунки, картины, отражающие появление этих шаров в 1507 году. Я полагаю, что у вас была реформация. Она открыла новый способ понимания Священного Писания и того, как они подходили к науке, очень важный момент в истории. Так что неудивительно, что шары сыграли свою роль в этом деле. Вот, например, этот рисунок местного художника Ганса Глейзера, который писал в то время в 1561 году об этом явлении в Нюрнберге. Там произошла небесная битва с участием космических шаров и других типов летательных аппаратов. Это совершенно экстраординарное событие. Именно так он и написал, цитирую, и в лучах Солнца вверху, внизу и с обеих сторон, оно было цвета крови. Там стоял круглый шар частично тусклого, частично черного железистого цвета, описывающий металлический шар и свидетельствующий о том, что он участвовал в небесной битве. И это было не только в Нюрнберге в 1561 году, но и в 1565 году, в Базиле, произошла еще одна битва. Небесная битва между черными шарами и белые шары. Существует множество причин, по которым инопланетяне захотели бы использовать шары. И, конечно же, шары представляют собой технологию, с помощью которой можно записывать все происходящее. Существуют источники, которые описывают эту эпоху, эту эпоху, эпоху средневековья, и даже более ранние периоды истории, как время, когда инопланетяне наблюдали за человечеством. И это продолжалось на протяжении тысяч или сотен тысяч лет, даже миллионов лет. В книге Долорис Кэннон «Запутанная вселенная» она проводит такую гипнотерапию с клиентами, которые заново переживают свои прошлые жизни или вспоминают свои прошлые жизни. И они сообщают о том, что инопланетяне наблюдали за человечеством много тысяч, сотен тысяч лет назад. Инопланетяне, как правило, считались ангелами или демонами, в зависимости от того, какой у них был опыт или какова была местная культура в то время. Это очень интересно, когда вы смотрите на термин «мессия». Мессия буквально означает «помазанник Божий», личность, избранная Богом, ангелами-инопланетянами или вступившая с ними в контакт. Я полагаю, что эти термины являются синонимами, когда мы обращаемся к истории. В то время шары взаимодействовали с людьми, и именно так у вас появился опыт ранних контактов. Так, например, шары отбирали людей, которых нужно было поднять на корабли, и они проходили процесс обеззараживания. И если вы обратитесь к книге Еноха, которая действительно представляет собой опыт контакта с инопланетянами, который пережил этот патриарх по имени Енох примерно за время до потопа, и он прошел через то, что сейчас мы бы назвали опытом контакта с инопланетянами. Он считал это переживанием, и его современники считали это переживанием того, что он был взят на небеса, где он столкнулся как с ангелами, так и с демонами, а также с Господом дней. Когда мы смотрим на это с точки зрения понимания примитивными людьми внеземных технологий или взаимодействия с ними, мы можем понять, что Енох был избран. Его подняли на борт космического корабля. Он был подвергнут обеззараживанию. Все микробы были удалены, а затем он смог встретиться с инопланетянами и не пронести на борт никаких загрязняющих веществ. Так вот, когда он вернулся назад и описал то, что с ним произошло, именно так зародилась идея о помазаннике Божьем. Таким образом, концепция Мессии восходит ко временам Еноха. Он был признан за определенные качества, взят на борт корабля и подвергнут обеззараживанию. Так вот, он и был тем самым помазанником Божьим. Именно там, где сегодня стоят шары, он и находится. Так вот, шары были замечены во время Второй мировой войны. У вас есть истребители Foo Fighters, очень известные объекты, которые были замечены во время Второй мировой войны. Вот один из бомбардировщиков во время воздушных налетов на Германию. А затем вы можете увидеть несколько истребителей Foo Fighters. В то время они считались секретным оружием нацистов. Здесь говорится, штаб-квартира Верховного Главнокомандования, 3 декабря, агентство Reuters. Немцы изготовили секретное оружие в соответствии с рождественским сезоном. Новое устройство, по всей видимости, являющееся оружием противовоздушной обороны, напоминает огромные стеклянные шары, которые украшают рождественские елки. Союзные державы пытаются выяснить, что же за чудо-оружие разработали нацисты. Из различных источников нам известно, что нацисты действительно разрабатывали шары во время Второй мировой войны. На самом деле они разработали четыре типа шаров, каждый из которых выполнял определенные функции. Это огненный шар, шаровая молния, шаровое оружие и приманка, называемые диванными пузырями. На самом деле все это происходило во время Второй мировой войны. Таким образом существовали знания об этих технологиях, которые тайно разрабатывались нацистами с помощью рептилий. Итак, теперь мы подходим к 2004 году, знаменательному году, когда речь заходит о бутафорских кругах. Пейни Моссом снял фильм, на котором запечатлены шары, летящие над Мексиканским заливом. Так что то, что мы сейчас увидим, нельзя было увидеть невооруженным глазом, но это было зафиксировано инфракрасной камерой самолета наблюдения. Я думаю, что они искали что-то вроде контрабандистов-наркотиков. И вот оно перед вами, скопление шаров, летящих над Мексиканским заливом. И это было, например, на такой же высоте. И мексиканские пилоты были очень обеспокоены, потому что шары приблизились к ним очень-очень близко. У нас есть рассекреченные видеозаписи НЛО военно-морского флота, датированные ноябрем 2004 года. Таким образом, речь идет о восьми месяцах после инцидента в Мексиканском заливе. В настоящее время военно-морской флот США взаимодействует с этими летательными аппаратами. В первом фильме, который был рассекречен, был показан знаменитый НЛО «Крестики-Нолики». Но во втором фильме, который был рассекречен таким образом, был показан шар. Это было видео с изображением шара военно-морского флота США 2005 года выпуска. Это была запретная зона для посещения. Это был военно-морской испытательный полигон, и шар был замечен пилотами истребителей F-18, которые его сфотографировали. Затем, в апреле 2016 года, в Иракском Масуле появился еще один шар. Эта информация также была передана двум исследователям, Джереми Корбеллу и Джорджу Кнапу. И вот здесь вы видите металлический шар, летящий над Иракским Масулом во время американской оккупации. И еще раз повторяю, это изображение, снятое военными, изображение, снятое разведывательным управлением, и оно называется «Сфера Масула». Так что это говорит нам о том, что это официальные кадры из фильма. Это не компьютерная графика, а компьютерная графика. Это подлинные кадры военных фильмов об НЛО, выпущенные на публичную арену или, по крайней мере, просочившиеся, а затем просмотренные этими официальными органами, такими как Управление по разрешению аномалий во всех областях, которое было создано в прошлом году. В настоящее время общественность также занимается фотографированием небесных тел. 28 сентября было зафиксировано 14 светящихся шаров. Но мне показалось очень интересным, что многие наблюдения за небесными телами записываются на пленку не только военными, но и широкой общественностью. Это кадры военно-морского фильма, на которых запечатлен шар, пролетающий над океаном и фактически погружающийся в него. Так вот, этот шар находится где-то там, в Сан-Диего, у побережья Сан-Диего. У отличного, придирчивого парня из Омахи есть возможность запустить его в космос. Как можно скорее? Продолжайте в том же духе. Продолжайте в том же духе. Вы можете купить его. Там наверху очень много проводов. Они уже совсем близко. У нас есть телефон. Отметка от брызг очень хорошо устроена. До сих пор я говорил только о шарах внеземного происхождения. Речь идет о самых ранних шарах, которые я обсуждал ранее, в 1500-х годах. Во время Второй мировой войны нацистам в первый раз помогли создать технологию создания шаров их внеземные союзники. Так что теперь у вас есть шары, созданные инопланетянами, и шары, созданные человеком. Одним из источников информации, о котором я много говорил в течение последних нескольких лет, является Джейпи, который, как я уже упоминал, в настоящее время работает в армии США. Но до того, как он поступил на службу в армию, он был контактером, гражданским контактером. Он фотографировал эти шары. И эти шары были не просто отдаленными друг от друга. Вот вам пример шаров, которые Джейпи видел невооруженным глазом. А вот эти шары вы можете увидеть вот на последовательности фотографий, трех фотографиях, сделанных им 5 ноября 2015 года, на которых изображен приближающийся к нему шар и взаимодействующий с ним. Итак, теперь мы переходим к космическим дугам, древним технологиям и их связи с шарами. Я уже говорил о космических дугах на предыдущем вебинаре и о том, как их существование зафиксировано на протяжении всей истории человечества. В последний раз они проявляли большую активность в эпоху, предшествовавшую потопу, около 11,6 лет назад, в конце самого молодого засушливого периода, что согласуется с концом Атлантиды, как Платон записал это на пленку. По всему миру существует более 200 историй о дугах или наводнениях, подобных ноевым дугам. Так что суть в том, что существует не только одна космическая дуга. Дело было не только в Найо и Ковчеге, это было множество космических дуг по всей Земле. Во времена, когда не происходит катаклизма, космические дуги бездействуют, и экипажи космических дуг впадают в состояние спячки или стазиса. Когда их сознание действительно может покинуть тело, и вступайте в цикл человеческих воплощений. Так вот, люди часто спрашивают, а где же доказательства всего этого? И на их вопрос, а где же доказательства? Нам нужно всегда задавать этот вопрос. Мы не должны принимать кого бы то ни было на веру. Нам нужно провести перекрестные ссылки. Нам необходимо проанализировать послужные списки людей, имеющих опыт работы. Нам нужно убедиться в том, что они не пытаются извлечь выгоду из того, что рассказывают нам небылицы. А поскольку я знаю Джейпи с 2008 года, у нас с ним сложились давние дружеские отношения. И я знаю, что он совершенно не похож на Джета. Он дает мне эти отчеты не по каким-либо иным мотивам, кроме того, что с ним происходит именно это. Так что в случае с Джейпи у нас есть подтверждение, независимое подтверждение. Был проведен эксперимент по дистанционному наблюдению за Атлантической космической дугой. Короче говоря, команда дистанционных зрителей исследовала набор буквенно-цифровых символов, которые им были даны в ходе двойного слепого эксперимента. То, что они увидели, было похоже на портал. Они описали королей богов, они описали космические корабли, а также описали временные аномалии, аномалии. Именно обо всем этом Джейпи Джей сообщал в своих обновлениях о полетах на Атлантическую космическую дугу. Так что это независимое подтверждение, и я должен как бы поблагодарить присутствующую здесь Елену Данаан, потому что она подтвердила через свой источник, Тархана Неридиана. Что самая большая космическая дуга на Земле, это похоронен там, в Атлантическом океане, именно в этом месте. Итак, теперь мы переходим к некоторым другим появившимся историям или репортажам о космической дуге. Елена и Жан Чарльз Майон посетили космическую дугу на озере Восток в Антарктиде. Самое интересное, что Жан Чарльз доставили на озеро Восток в Антарктиде, и он рассказал о космическом искусстве, которое там находилось. И Елена Данан тоже была доставлена туда Галактической Федерацией. И она подтвердила, что была на озере Восток вместе с Жан Чарлем, и могла бы подтвердить в качестве свидетеля, что у него была эта встреча с космической дугой. Таким образом, на данный момент Жан Чарльз побывал на пяти космических дугах. Он побывал на космических дугах в Японии, Антарктиде, Тибете, Египте и на Гавайях. Еще одна подтверждающая информация заключается в том, что Жан Чарльз телепортировался в тот же самый ковчег, когда ему было 7 лет. И он действительно вел дневниковый дневник. Так вот, хорошо, это потрясающе. Это действительно потрясающе, потому что, став взрослым, он телепортируется в одно и то же место и видит ту же космическую дугу, свидетелем которой он был в 7-летнем возрасте. Я действительно аплодирую Жану Шарлю, потому что он не похож на многих людей, у которых есть невероятные истории, которые ничего не подтверждают. Вставай. Он действительно проделывает лишнюю милю, как и Елена, чтобы собрать подтверждающие данные, подтверждающие их опыт. Таким образом, космические дуги, которые они активируют по всему миру, запускают зонды и получают данные человечестве, потому что мы приближаемся к драматическому сдвигу в планетарном сознании. Мы приближаемся к концу целой эпохи. Интернет позволил нам установить такого рода невероятную взаимосвязь по всей планете и развить в себе эмпатию. И я думаю, что именно интернет способствовал этому росту сознания. И, вероятно, именно поэтому нам была дана отсрочка в том, что мы не приближаемся к планетарной катастрофе, когда нас спасут ковчеги. Мы движемся к планетарной эволюции или Вознесению, когда арки придут и помогут в этом преобразовании, в эту новую эпоху, в эту будущее звездного пути. Это невероятный новый мир, к которому мы приближаемся. Так что давайте послушаем Джей Пи, как он описывает то, что ему сказали. Так почему же они показали вам эту библиотеку? Они показали мне эту библиотеку, чтобы объяснить, что это за шары летают вокруг и кто управляет этими шарами. Так вот, эти шары управляются искусством, но мы все знаем, кто управляет искусством. Как это влияет на то, как люди воспринимают НЛО, БПЛа, называйте как хотите. Это очень интересно, потому что я знаю, что астроном из Гарварда, профессор Эрф Лёб и руководитель отдела по разрешению аномалий в Старой области, доктор Шонкер Патрик, только что опубликовали статью, в которой они рассказывают о том, что за всеми этими маленькими металлическими шарами скрываются материнские корабли, прибывшие в нашу Солнечную систему. Так что, похоже, они знают об этой библиотеке или им была предоставлена аналогичная информация. Да, я в этом уверен. Я уверен, что они знают об этой библиотеке и информируют общественность о том, что происходит, потому что дело доходит до того, что люди видят их. И некоторые конкретные люди, которые также выбраны, могут вызывать эти шары. Люди, у которых есть ДНК, связаны вот с этими дугами, с этими дугами. И это довольно интересно, потому что я смотрел на парня, который читал это, а он смотрел на меня и спросил, «Эй, вы ведь занимались этим искусством, не так ли?» Так что же вы чувствуете, когда занимаетесь этими видами искусства? Я говорю вам, что испытываю чувство счастья. Я испытываю чувство свободы. Я чувствую, что эта дуга соединена между собой. Так вот, есть люди, которые связаны не только с этими дугами, но и с этими сферами. И эти сферы иногда забирают именно этих людей, которых выбирают, чтобы вернуть их обратно в ковчег, чтобы они могли загрузить информацию о том, что это снаружи или внутри Земли. Потому что некоторые внутренне в земных цивилизациях также есть существа, которые связаны с искусством, а также приходят и уходят из него. Я помню, когда я зашел в помещение, где находятся конечные люди, я увидел эти шары, которые летали вокруг. Просто изучали определенных существ и просто уходили, собирая информацию. Скоро мы придем к тому, что все увидят эти НЛО, НЛО, но на самом деле это шары и подделки, которые получают информацию для того, чтобы вернуться к искусству. И люди будут видеть все больше и больше таких шаров. Существует множество влиятельных институтов, которые очень заинтересованы в том, чем прямо сейчас занимаются сферы и дуги. В чем же заключается их функция? В чем заключаются их основные цели? Итак, вот тут-то мы и переходим к американским военным силам. Американских военных находятся в самой гуще событий. Что касается правительства США, администрации Байдена, то это делается просто для того, чтобы показать, что у них нет никакой реальной власти, когда речь заходит об этих секретных проектах. Объединенный комитет начальников штабов? Вы можете подумать, может быть эти ребята, генерал Марк Милли? Разве он не знал бы, что он председатель Объединенного комитета начальников штабов? Нет, он бы этого не сделал. Он не в курсе событий. Ему незачем об этом знать, потому что Объединенный комитет начальников штабов это административные органы. Они не имеют никакого контроля ни над операциями, ни над командованием американских вооруженных сил. Люди, которые руководят этими двумя конкретными командованиями в Соединенных Штатах, насколько я понимаю, являются теми, кто лучше всех осведомлен об этом. Им просто необходимо знать об этом. Перед вами глава Космического командования Соединенных Штатов генерал Джеймс Диккенсен. А Северное командование возглавляет генерал Глен Ван Хук. А вот и тот самый генерал, которого, по словам Елены Дин, Фархен Теридиан видел на этом подземном объекте в горах Блуридж, которому в январе этого года был вручен план раскрытия информации об инопланетянах. Джей Пи Джей подтвердил, что военные изучают древние манускрипты, пытаясь получить точные данные о том, что было известно о шарах и искусстве древних людей. Я спросил одного из своих давних источников, что он думает об этих шарах, а именно Алекса Кольера. Он ответил на вопрос о том, какую функцию они выполняют прямо сейчас. Эти шары перемещаются по планете в поисках экипажей или пассажиров, которые могли бы быть членами экипажа. Если вы находитесь на борту корабля и делаете что-либо, значит, вы являетесь частью экипажа. Я думаю, что именно это они и делают. И это все, что я могу сказать на данный момент. Жан Чарльз Майон, он описывает три вида сфер, участвующих в сборе разведанных, внеземные, которые мы уже обсуждали, военные, интеллектуальные или военно-корпоративные сферы, которые мы также обсуждали, а также межпространственные вещества, органические вещества или плазму, над которыми такие люди, как Майкл Лидвитт, проводят обширные исследования, и я показал вам несколько фотографий. Межпространственный фактор, это то, о чем нам также необходимо помнить, поскольку эти сферы отслеживают сознание планеты. Так что по мере того, как наше сознание будет повышаться, мы будем все чаще наблюдать эти межпространственные или духовные сферы. Если хотите, межпространственный аспект этого явления. Итак, теперь мы переходим к недавно прибывшим инопланетным космическим кораблям носителям Кедра, которые выпускали шары. Они стали катализатором колоссальных перемен. И еще потому, что они начали выпускать шары, множество шаров для наблюдения и изучения того, что происходит на Земле. Каково же состояние сознания на планете Земля? Сейчас их интересует не столько отдельный человек, сколько коллективное сознание. Итак, JPS, говоря о глубинном государстве, вводит общественность в заблуждение из-за отрывков из нашего недавнего интервью, в котором он отчитывался с этой базы где-то под землей в штате Алабама, штат Теннесси. И многие люди скоро поймут, что там будет хорошая погода, и там будет, чтобы быть плохо выглядящими беспилотными летательными аппаратами в США. И из-за того, что они плохие, люди путают их с хорошими. Мы хотим, чтобы люди понимали, что в мире будет два типа людей. Все будет происходить в одно и то же время. В этом-то все и дело. Поэтому, когда случается что-то хорошее, им всегда хочется сделать что-то плохое, чтобы избавиться от хорошего. Как бы мне это выразить? Совершенно ясно, что глубинное государство, что негативные фракции хотят сбить людей с толку, что они будут выпускать негативные зонды, подобные тем, что которые были сбиты. Я предполагаю, что они принадлежали к какой-то корпоративной программе, и просто для того, чтобы начать пугать людей этими зондами или этими сферами. Потому что они знают, что шары и зонды, выпущенные ковчегами, материнскими кораблями или кораблем Кедр, будут выполнять положительную функцию. Поэтому они собираются выпускать свои собственные зонды, чтобы запутать ситуацию и напугать людей. К тому же у них есть подконтрольные им средства массовой информации, которые распространяют ложное представление о том, что эти исследования представляют собой угрозу национальной безопасности и пугают людей. Так что да, так что да. И в глазах людей все будет представлять угрозу, которая витает вокруг. Но люди, которые знают там наверху, будут появляться позитивные парки, будут появляться реальные подсказки. Но в то же время будут и другие типы судов с убытками. Дело в том, что эти корабли собираются атаковать самолеты и атаковать дружественные корабли, а эти дружественные корабли — это живые организмы. Они ведут себя мирно. Если они древние, то они будут атаковать самолеты. Если они почувствуют угрозу, они не будут колебаться ни секунды. Так вот, это шары с материнских кораблей Кедр. Давайте посмотрим с точки зрения Атланты на то, что на самом деле делают шары с материнских кораблей Кедр. В связи с многочисленными наблюдениями этих шаров, которые происходят по всему миру, возникло много предположений относительно того, откуда они берутся. Поэтому я просто хотел, чтобы вы немного поговорили о кораблях Кедр, потому что я знаю, что вы говорили о том, что по-моему, это были четыре корабля Кедр, которые вы управляете флотом, и мы приближаемся к Земле, собираемся припарковаться вокруг Земли и что-то делать. Да, Межгалактическая конфедерация, прибывшая в октябре 2021 года в нашу звездную систему, находилась на расстоянии 500 материнских кораблей недалеко от Юпитера. Несколько месяцев спустя, в 2022 году, они вывели на орбиту Земли четыре материнских корабля. Они скрыты маскировкой. Вы не можете их разглядеть. И именно тогда с Межгалактической конфедерацией был начат план раскрытия информации о том, что они также будут чаще показывать свои чипы в атмосфере Земли, чтобы начать получать информацию. Люди привыкли видеть корабли-разведчики, сосновые блюдцы и так далее. Недавно, несколько месяцев назад, не так уж далеко отсюда, прибыли еще два корабля Федерации. К сожалению, Межгалактической конфедерации, которые прибыли на орбиту Земли. У нас есть еще два корабля-носителя. Таким образом, в настоящее время на орбите Земли находятся шесть кораблей-носителей Межгалактической конфедерации. Так почему же глубинное государство так боится шаров, дуг и всего остального? Кораблей? Глубинное государство было заброшено из-за того, что дракониды и орионская благодать покинули его. И как следствие этого глубинное государство, темный флот, теряют свои базы. Они теряют свои планеты. Они теряют ресурсы, которые необходимы для поддержания власти. И по мере того, как появляются шары, материнские корабли и дуги, глубинное государство сдает позиции в такого рода битве за сердце и душу Солнечной системы. И вот прямо сейчас мы находимся в самом разгаре битвы между земным альянсом и этим люциферианским консорциумом глобальных элит. Все, что может сделать глубинное государство, это задержать, отвлечь и сбить с толку. Это все, что они могут сделать. Так что суть в том, что ничто не может остановить то, что надвигается. Ничто не может остановить то, что надвигается. Мы движемся к настоящей планетарной революции. Мы приближаемся к этому золотому веку. Наше будущее именно в этом. Наше послание будет распространено, потому что в конце концов, если вы передадите послание полное страха и отчаяния, люди не найдут в нем отклика. Если вы передадите послание надежды и позитива, люди откликнутся на это и создадут это будущее в союзе с очень могущественной силой. Именно это и происходит прямо сейчас. Существует большая вероятность того, что вы находитесь в состоянии общения со своим будущим Я. Подумайте об этом хорошенько. Ваше будущее Я находится по другую сторону того, что вас ожидает. И ваше будущее Я, находящееся по другую сторону, сейчас общается с вами и говорит, сохраняйте веру. Все будет хорошо. Оставайтесь в приподнятом настроении, ешьте вкусную пищу, выезжайте на природу, медитируйте. Общайтесь со своим будущим Я. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok